Добрый вечер! В Екатеринбурге прошел 10-й Уральский медиафорум. Его открыла пленарная дискуссия «Стандарты ремесла медиаэтика в эпоху глобальной цифровизации». Хедлайнером был Александр Малькевич, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникациях. И сегодня у нас в студии... Добрый вечер! Еще раз! Добрый вечер! 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 Да, добрый вечер! Да, мы только что с пленарной дискуссией разгоряченные говорили о сосуществовании старых медиа классических. Ну вот, например, как мы сейчас с вами сидим в классическом медиа, хотя, ну, когда-то, когда появилось телевидение, это было что-то совершенно новое, естественно. И новых медиа или не медиа, которые не соответствуют нашим представлениям структурно о классических медиа, но набирают аудиторию больше, чем классические медиа. Причем существенно. Сейчас мы живем в такой реальности, когда средством массовой информации становится человек. Вот один даже человек. Ему не нужна редакция, не нужны помощники. Ну, как писал маршал Маклюин, посланец есть посланник. Вы и я можем быть теми самыми средствами массовой информации с гораздо большим охватом, чем традиционные СМИ, которые зачастую, особенно если мы говорим про СМИ государственные, обложены огромным количеством флажков. Не ими придуманных. Это важно подчеркивать. Потому что, когда часто ругают в социальных сетях те или иные СМИ, говорят, вот они там это не рассказывают или то делают не так. Не потому, что они злые, плохие, тупые или еще какие-то. Потому что такое количество напринимали разных законов, нормативно-правовых актов зачастую люди, не понимающие, что такое вообще медиа. И вот в этом загоне вы, например, должны находиться. И, конечно, условный блогер, там, предположим, я, у которого этих регулирующих механизмов нет, я могу делать все, что хочу, показывать на вас пальцем и говорить, смотрите, значит, они там все врут. Как вот у нас, знаете, уже любят в социальных сетях этот популярный заход. Вот. Максимальный перепост. Распространите всем своим знакомым. Вы узнаете правду, которую от вас скрывают, там, на областном телевидении. При этом за этими словами ничего ведь не идет. Это, ну, как бы рекламный манок, крючок, чтобы люди пришли ко мне. Насколько на самом деле все поменялось? Потому что, ну, мы имеем людей, которые, как классические журналисты, собирают, обрабатывают, передают информацию. Тратят время и силы на это. Нет, если мы говорим про нормальных журналистов, да, потому что вот вы, например, можете позволить себе отправить съемочную группу, там, в дальний уголок области. Но это требует, да, там, машина, там, так сказать, и куча расходов. А я могу, сидя здесь или вообще сидя в Москве, написать, а, в Свердловской области случилось страшное. Дальше, ну, по известному технологию, от вас скрывают правду, максимально сообщите всем. И сейчас такие заходят в фейки, они не требуют даже ни аудио, ни видео. Можно просто написать что-то, не проверяя, собрать на этом так называемый хайп, там, аудиторию, свои рейтинги и все. Ну, хорошо, слухи, которые распространялись из уст в уста когда-то, сейчас просто распространяются на миллионную аудиторию, ну, потому что появилась техническая возможность, в общем-то, все. И проверять ничего не надо. Качественная журналистика стала стоить еще дороже. И вот тут возникает вопрос, кто готов за такую качественную журналистику платить? Потребитель, получается, не готов, потому что потребитель с удовольствием, и мы сами все такие, будем через торренты скачивать там фильмы, книги, то есть, ну, пиратство у нас процветает, зачем платить? И вот нам с вами придет человек и скажет, выбирайте, или вы будете платить, там, тысячу рублей в месяц на подписку платную на свой любимый телеканал, или вы можете читать, там, 10 бесплатных. Ну, смотрите, есть потребители тупые, которым ничего не поможет. Есть не совсем тупые, которые постепенно хотя бы начинают понимать, что вот здесь проверенная информация, а вот здесь непроверенная информация. И, соответственно, если я прочитал вот здесь вот, что что-то случилось в Свердловской области, то стоит заглянуть сюда и посмотреть, правда ли это случилось. Вот много ли таких... Ну, голова же включается, работает. Много ли таких людей, которые к этому готовы. У нас сейчас получается, что как раз традиционные СМИ выступают в роли тех, кто опровергает вот эти вот фейки, эту ложь, эту чушь. Потому что очень много можно говорить, должны работать инструменты, фокчекинги. Не слышится печаль в ваших словах. Ну, хорошо, что с этим делать? Печаль слышится в моих словах, потому что я вижу, что ряд ответственных государственных структур вообще не понимают вот этих вызовов, о которых мы с вами говорим. Потому что даже тот нашумевший закон о фейковых новостях, который принят... Он не работает на блогерах. Он, во-первых, не работает, вообще, по сути, не работает. Потому что на местах недалекие, значит, мелкие чинуши, они еще считают, что фейки — это критика в их адрес, например. И он не затрагивает блогеров. То есть получается, что вот областное телевидение по этому закону регулируется направо, налево, там, через увеличительное стекло смотрят на все, что вы говорите. Но если предположить, что вы там случайно дадите какую-то информацию, взятую из социальных сетей у блогера Пупкина, лживую, ложную, пострадаете вы по этому закону, а он ничего. Слушайте, ну а чтоб, опять же, нового появилось. Всегда было «Таймс» и какой-нибудь условный «Дели Ньюс», «Сан», например. И несчастный... Нет, «Дели Ньюс», «Сан» — это все-таки газеты. Да, они газеты, но они понимали, что вот «Таймс» — это одно качество журналистики, «Сан» — это другое качество журналистики. Но мы-то сейчас говорим про третье качество журналистики, про не журналистику в традиционном смысле этого слова, а вот про эти там «Телеграм-каналы», различные блоги, там «Ютюб-канал», там, блогера такого-то, где вам расскажут, как есть на самом деле. Может быть, так и есть, потому что где-то есть регионы, есть муниципалитеты, где недалекие руководители... Вы хотите это как-то регулировать? Я... Ну, да и лично вам волю, что называется. Общественная палата, мы можем только предлагать. Я считаю, слово «регулирование» — оно не совсем правильно, его смысл исказили, потому что по итогам нашего разговора напишут, что пришел тут чувак из общественной палаты и предлагал закрутить гайки и всех там регулировать. Я хочу, чтобы были равные права у всех распространителей информации, у производителей контента. То есть если областное телевидение, как СМИ, живет вот по таким-то законам, то почему тогда владелец некой там медийной площадки в социальных сетях, в новых медиа, у которого охват такой же или больший, по этим правилам не живет? Чтобы люди отвечали за то, что они говорят, за то, что они распространяют, но получали не только обязанности, но и права. Получать эту информацию, добывать, право на ответ со стороны чиновников и так далее, и так далее. Хорошо, мы предлагаем блогерам как-то регулироваться, блогеры говорят «идите нафиг», и тогда что происходит? Отлов блогеров? Ну, смотрите, существует уже западная практика. Уже в Европе подобные решения принимают. Например, там в, казалось бы, такой чинной, чопорной и аккуратной Скандинавии они вообще запрещают так называемым инфлюенсорам, то есть вот этим вот властителям Дум из Инстаграма, джинсу размещать. Потому что они понимают, что популярный человек, он формирует общественное мнение. Значит, он должен по каким-то правилам, законам существовать, потому что если завтра он начнет там всех призывать к противоправным действиям, или там колоться, или еще что-то делать, ну, это же должно под какие-то подпадать нормы. Не может же быть. Нам рассказывают про какую-то тотальную свободу, что интернет — это территория, где все свободны. Ну, это ложь, этого нету. Ты всегда зависишь, если мы говорим про различные площадки, ты зависишь от модераторов, от хозяев этой площадки. Вы не можете себе позволить в том же там Фейсбуке, популярном у нашей интеллектуальной элиты, огромное количество постов написать. Там есть запрет на сотни и сотни слов и разных выражений. Просто нам сознательно рассказывают, что да нет, это вот тут заскорозлые какие-то люди в России сидят. Почему нельзя просто применять существующие законы, которые говорят о том, что нельзя распространять информацию, например, о способах употребления наркотиков? Ну, например, вот блогер это сказал, к блогеру приехали, забрали. Ну, все, следующий блогер уже не сказал, он узнал, что этот закон существует, и об этом нельзя говорить. Он узнал, сейчас узнал. Две проблемы, которые вы одновременно затронули. Первое. У нас наплодили этих законов такое количество, что никто не понимает вообще, какие есть, какие из них работают. Мы живем в век клипового сознания. Надо эти законы делать, ну, знаете, короткими, удобными, понятными, чтобы их можно было, извините, через мессенджеры, как скриншоты рассылать, чтобы люди понимали. У нас по этому закону разрешено одно, по этому другое, тут фейк-ньюс, здесь оскорбление в интернете, здесь просто оскорбление. Но тогда проблема не в блогерах, а в людях, которые вот это вот все в заборах построят. Вместо того, чтобы сделать один какой-то понятный документ, назвать его там, значит, российский кодекс... О правде. Об интернете какой-то там, где четко написать, можно это, 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 нельзя это, это, это. Вот приняли закон об оскорблениях символов госвласти в интернете. Он просто не работает вообще. Потому что нужно было в самом начале написать, что является символами этой госвласти. Этого не сделали, сказав, в конституции же написано. Кто, никто не понимает ничего. У нас каждый, не буду ругаться, мэр какого-то городка, когда прочитал критику в свой адрес, говорит, я символ госвласти. Надо немедленно осудить и оштрафовать. А суды еще и идут, зачастую на поводу. Хотя никакого отношения этот чиновник, мелкий клерк, не имеет к символам госвласти. Флаг, герб, гимн, конституция. Вот о чем идет речь. Зачем принимать был непродуманный, непроработанный закон? Я вам больше скажу, почему он не работает. Потому что мы сами с Фондом защиты национальных ценностей занимались мониторингом и фейков, и оскорблений. Контора пишет. Вот что можно сказать. Мы пишем в генпрокуратуру, они проверяют, пишут в Роскомнадзор, Роскомнадзор пишет в МВД, МВД пишет туда-сюда, ходит песенка бумажная по кругу, ничего не происходит. Последнюю минуту. Сейчас вы расскажете рецепт, как нам сделать всем хорошо, чтобы было счастье. За минуту. Что мы понимаем под словом счастье? Частье для кого? Для всех и каждого, как у Стругацких. Над законами должны работать люди, которые в них разбираются, если мы говорим о ситуации, связанные с медиа и интернетом. И принимать простые, короткие, понятные документы, понятные и для тех, кто следить должен за их исполнением, и для тех, кто должен им следовать. И по этим четким правилам должны жить все, без различий, там, ты журналист или блогер. Вы все производители контента. Вы живете по одним правилам, по одним законам в одной стране. Способов распространения контента масса. Сейчас человек, читатель, потребитель идет за интересной информацией. На телевидении, на радио, в социальные сети. И он должен быть защищен от лжи, которая способна круто изменить его жизнь. Но делать это нужно грамотно, квалифицированно и профессионально. Спасибо большое, Александр Малькевич. Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций был сегодня в Акценте. Я с вами прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин